Активистам Виктором Федоровым мы решили вернуться к теме строительства нового дома на 60 лет. Как нам ранее удалось выяснить, четырехподъездная девятиэтажка появится в Сосновом Бару на довольно тесном участке земли совершенно законом. Однако, из-за чего тогда такая теснота? Уж не из-за гаражей ли, которых там как раз-таки быть не должно? Купил эту квартиру, лист именно из этого дома. Конечно. Тишина, покой. Тишина. Напомним, на прошлой неделе мы рассказывали о начале строительства нового дома на 60 лет ВКСМ. Жители окрестных девятиэтажек были возмущены тем, что их никто не спросил. Впрочем, и не должен был, поскольку этот объект давно уже фигурирует во всех градостроительных документах. Однако, справедливо недоумение людей насчет перспективы размещения на таком тесном участке такого большого количества автотранспорта. Как разъезжаться, непонятно. Активист, член общественной организации «Наш дом» Виктор Федоров не первый день добивается решения этого вопроса. Здесь и без нового дома с переизбытком транспорта была проблема. Страдали прежде всего дети. Добираться до школы им приходилось по проезжей части. Проблема заключается даже не в этом доме, а в этих гаражах. Они заняли очень большую площадь. Естественно, увеличение машин происходит. Там более, по-моему, двухсот машин только помещаются сверху. Но заезд там, подземный гараж, с той стороны заезд. Как бы и нормально все было. Никаких препятствий не было. А когда построили вот эту верхнюю стоянку, вот эти гаражи, значит, техника пошла с этой стороны. Естественно, интенсивность увеличилась в энное количество раз. И здесь все машины заезжают во все вот эти двора. Кстати, здесь у нас живет товарищ мэр нашего города, Медведев. Он, наверное, это все постоянно видит. И, значит, естественно, особенно в зимний период сужение проезжающей вот этой полосы, и машина даже останавливается, когда разъезжается встречная. И в это время, в ночное время освещения нет. И дети идут по проезжей части. Потому что игровая площадка занята большим слоем снега. Здесь лес тоже снегом завален. В результате это небезопасно для детей, которые в ночное время, в 8 часов, это все темно. И идут вот в школу 90 и 106 школа. Кстати, то, что гаражей, по крайней мере, наземных здесь быть не должно, нам подтвердили сами строители нового дома. Мастер участка, посетовав на непорядок, все-таки расписался в бессилии. Это не их дело. Вот эти гаражи вообще не правы построить. Но это дело наше. Пока журналистам Информэкспресса не удалось получить официального ответа на вопрос, законны ли эти гаражи, и что с ними будет после строительства дома, если нет. Что ж, пара-тройка писем в нужной инстанции, надо полагать, все решится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!